Что сказать по игре? Думаю, болельщикам игра доставила удовольствие Забить мы не смогли Хотя были и моменты В первом тайме Кленкин имел момент Во втором после прострела тоже момент был Там по ленточке мяч катился Ну и у Фактва в первом тайме был момент, когда они после стандарта выбежали В принципе, думаю, мяча закономерна сегодня Пожалуйста, вопрос Ваши замены были направлены на усиление атаки в конце матча? Да То есть выпускали в расчете дожать факет? Да Именно И Апаев, и Имамтов выходили именно с этой цели Дожать, забить голову Времени было мало, конечно, мы это понимаем Оба футболиста после травм Ну, они будут добавлять У Вас молодая команда Вы, можно сказать, начинающие тренировки, можно так сказать, да? В чем секрет успеха? Хотя бы одно славянное Понятно, что их много, но все-таки Да в работе работаем Все сообща Коллектив у нас хороший Поэтому И что друг от друга не утаиваем Что есть, говорим друг другу в глаза, как говорится Стараемся, какие ошибки есть, исправлять Ну, мы прекрасно представляли Какой нам матч предстоит Вот Понятно, что играли С лидером Вот Поэтому Понимали, что Большую часть игры Нам все-таки придется Играть в обороне Больше, наверное, как бы Ну, отбирать Этот мяч Поэтому, в общем-то И план на игру В принципе, как бы Выработали такой, что Как можно компактнее сыграть В линии обороны Вот И искать свой шанс Как за после отбора мяча В контратакующей игре В первом тайме Наверное, у нас это не так хорошо получалось Хотя мы создали, я считаю Как бы Вот этот удар, который Вамакин там Произвел Перекладину В общем-то Ну, наверное, как бы И с первого тайма Это, наверное, был Самый, будем так говорить Опасный момент То, что Гости, они, конечно Имели однозначно Как бы территориальное преимущество Они больше владели мячом Они, как бы Нагнетали Напряжение Возле наших ворот Ну Я считаю, что До таких каких-то Реальных моментов До реальных угроз Нашим ворот Это не доходило Ну, а второй тайм Мы уже как-то Однозначно Внесли коррективы Обращали внимание Особенно И фланговых игроков Потому что В общем-то Мы Не так плотно Играли на флангах И соперник Очень много В общем-то От этих Делал фланговых Опасных передач В нашу штрафную площадь Во втором тайме Мы уже Как бы В этом В этом плане Сыграли Более Как бы Дисциплинированно Вот И И уже Как бы Ну Я считаю Что в этом плане Мы как бы Ну Уже более Более агрессивно Стали играть И В атакующих В атакующих Действиях Вот Ну Не могу сказать Что мы Как бы Тоже создали Там Много Таких Моментов Или Или подходов Даже к воротам Соперника Ну В общем-то В конце Где-то Может быть Нам немножко Не хватило Везения В плане того Что Когда Божжин Напередил Там вратаря И Мяч попал В перекладину Ну а так В общем-то Надо отдать Должно В общем-то Ребятам Сыграли Очень самоотверженно В общем-то Дисциплинированно Против очень хорошей команды Которые Ну Считаю Довольно-таки Хорошо контролирует мяч Вот В общем-то Есть Индивидуально сильные игроки Вот А так В общем-то Ну Еще раз я говорю Доволен Самоотдача Футболистов Доволен В общем-то Дисциплина На поле Вот Считаем Что Ну Как бы Заслуженно Завоевали Эту очку Пожалуйста Вопрос Сергей Васильевич Сегодня Вместо Дисквитивного Внуковского В партнезоне Появилась Осипенко Как можете Оценить Его игру Показалось Что В плане Борьбы Разрушение Довольно Качественный Матч А вот В плане Атакующих Действий Продвижения Возможно Мяча Некоторую Ситуацию Он Конечно Так Не лучшим Объясом Согрел Ну То Что Максим Первую игру Проводил В этой Позиции Понятно Мы Опасались Что Явно Я думаю Что Не хватило Думали Что Не хватит Функционала Как бы Одно Дело Перейти С Обороны В центральную Зону И другое Дело Наоборот Как бы С опорной Зоны Сыграть Одного Из центральных Защитников В этом Плане Ну Учитывая Как он Провел Игру В общем-то Первый раз На этой Позиции Считаю Что он Сыграл Ну Очень Качественно Очень Качественно Много Выигрывал Единоборств Я имею Ввиду Верховых Единоборств Таких Да Может быть Он Не столь Как бы Был Конструктивен Особенно В первом Тайме Много Было Как бы Потери Причем Потерь Была Вблизи Своей Штрафной Площади Вот Ну То Что Как бы В завершающей Стадии Может он Не столь Активный Был Но Здесь Надо Отдать Должно Что Все-таки Как бы Соперник Все равно Как бы Оказывал На нас Давление Поэтому Здесь Говорить О том Что В этой Игре Там Про Осипенко Должен Был Как-то Ну Иметь Какие-то Будем Так Говорить Моменты У нас Их И так-то По большому Счету Не так Было Много В связи с этим В продолжении Вопроса У нас Есть И Шагенов И Дутов Которые Могли Сыграть На этой Позиции Они Не готовы Или Это Не их Мест Ну Знаете Здесь Еще Выход Как бы Осипенко В этом Плане Он Все-таки Знаете Более Разнообразный Игрок Он Все-таки Но Более Конструктивен Что-ли В этом Плане Вот Это Как бы Оно Проявляется И в тренировочном Процессе Вот Его Как бы Постоянно Как бы Тянет Вперед И он В общем-то В атакующих Действиях Особенно На тренировке Выглядит Ну Довольно Таки Довольно Таки Уверенный Довольно Таки Ну Эффективно Вот Поэтому Здесь Как бы Мы Решили В общем-то Попробовать Его В этой игре На этой позиции Даже Не за Того Что Там У нас Еще раз Мануковский Пропускал У нас Как бы На этой Позиции Да Мог бы Сыграть И Дутов Мог бы Сыграть И Цвейба Вот Ну Как бы Остановились На Кандидатуре Максима Еще Вопрос То Немногочисленное Время Что Лебеденко С Бирюковым Проводят Вместе Есть Ощущение Что Взаимопонимание Момент Они создали Когда Михаил Отдал Лебеденко Обыграли Смог Забивать Это Наше Тайное Оружие На вторую Часть Чемпионата Ну Ну В принципе Будем Надеяться Но Все Таки У нас Как бы Да Пара Лебединка И Бирюков Наверное Они Больше Часть Матчей Проводят Но Я думаю За это Время Должны Понимать Друг Друг Должны В этом Плане Сыграться Вот Ну Хотя У Миши Тоже Как бы Здесь Ну Я имею ввиду В плане Стабильности Игры Не столь Он Как бы Уверенно Ну Будем так Проводят Эти Проводят Особенно Последние Матчи Вот Поэтому Ну Сегодня Как бы Решили В этой Позиции Опять же Того же Ломакина Попробовать Который Но В этой Позиции Как бы Ну Более Созидательный Что ли Игрок Чуть Забегая Вперед Заканчивается Первый Круг Да и Трансферное Окно Уже Близко Опыт Прошлого Года Показывает Что Заминка На Скомплектование Команды Чревато Соперники Выскакивают Из-за спины Ведется Работа По Каким-то Позициям По укреплению Состава Зимняка Ну Пока Конкретно Я вам Наверное Не смогу Ответить На этот Вопрос В общем-то Пока Тема Трансферного Окна Пока Не поднималась Сергей Васильевич Есть вопрос Я понимаю Что возможно Это вопрос Не для 17 Тура Может быть Можно было Пораньше Спросить Но тем не менее Ваш взгляд Будет очень ценен Скажите За что Вы лично Отвечаете В тренировочном Процессе Как вы Взаимодействуем Взаимодействуем С господином Есть Есть у вас Закрепленный Набор Обязанностей Ну Если Конкретно Вам сказать Во-первых Однозначно Активно Участвую В тренировочном Процессе Особое Больше Внимание Уделяю Атакующей Линии Плюс На мне Теория Я разбираю Соперника Разбираю Наши Прошедшие Игры Вот В общем-то Вот в этом направлении Как бы Моя сфера Деятельности Еще вопрос есть Сергей Васильевич Еще Кадемазу Патинополь На носилках Уже Что-то известно Погорячее Ну Судя Как он Передвигается Наверное Как бы Первый диагноз Это Надрыв Задней Поверхности Бедра Ну То Что Как он Двигается Вот Ну Мне кажется Там Очень серьезно И я думаю Что это Ну Наверное На месяц Если не больше Отлично Сегодня Дмитрий Кортник Пару раз Выучил Я на команду Отдых Пошел На пользу Ну Наверное Ну Я Как бы Опять же Вот Но Отталкиваясь От того Что Ну Не могу Сказать Что Соперник Единственное От нашей Скамейки Это было Далеко Видно Особенно В начале Второго Тайма В общем-то Такая была Такой Как бы Опасный Момент И Как бы Там Просто Соперник Не довел Видимо До удара Вроде Как бы Блокировали Это Ну То Что Дима Дима Как бы Я считаю Что Он На протяжении Тех Игр Которые Он Как бы Был Играл В основном Составе Я Не Вижу Чтобы Чтобы К нему Как-то Предъявлять Там Больших Претензий Претензий Претензий